МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Продолжаем наши репортажи. Мы из города Веллингтона, столицы Новой Зеландии. Мы находимся в районе Тиаро. Насколько я помню, Тиаро. Я здесь не был тысячу лет уже. Просто реально тысячу лет. Находимся мы у военного мемориала. Пукеаху. На языке маури называется. Национальный военный мемориальный парк здесь находится. Это место памяти солдат, анзиков, погибших на Первой мировой войне. Не знаю, возможно, относится и ко Второй мировой войне. Памяти погибших во Второй мировой войне, возможно, тоже. И это, в общем-то, значимое место для Новой Зеландии, для нации новозеландцев. Здесь все перестроили совершенно за годы. Те годы, пока я здесь не был. Не был я здесь, я не знаю, в Австралии только живу 15 лет. А еще до этого какое-то время не был. Вот прямо под нами, вот под этим местом, где мы сейчас проходим, здесь туннель проложен. Ездят машины. Так что мы идем по крыше этого туннеля. Вот так это место выглядит. Какие-то колонны интересные, мемориальные тоже. Я их вообще никогда не видел. Площадь. Вот так выглядит эта высоченная башня. Что интересно, наверху этой башни, не наверху, а посередине этой башни дверь и маленький балкон. Вот интересно, для чего это сделано. Неужели... А, большой балкон ниже, а выше маленький очень балкончик. Буквально двух человек. С маленькой дверью я никогда не обращал внимания, что такое есть. Посмотри, Мам. Что? Вот на этой башне внизу балкон. Ну, вот где серая часть, гранитная. Да-да-да-да. А сверху, смотри, еще миниатюрный маленький балкончик. Вот он для чего сделан, непонятно. Дима, посмотри, я вот эту скульптуру вижу первый раз. А я здесь вообще все вижу первый раз. Но, но. Многое. Это не так давно поставили, года полтора назад. Ну, я полагаю, да. Ну, это, видимо, как вот просто... Это скульптура, изображающая, видимо, Маури в национальной маурийской накидке. Интересно, что лица у человека нет. То есть пустой капюшон. Ну, здесь и символ жизни, и символ смерти. Да, напоминающий призраков из «Властелина колес». И в то же время, Дима, здесь как и символ жизни, и символ смерти. Вроде как фигура матери, да? Фигура родины, фигура страны. Кстати, матери, да. И в то же время, что безликая. Да. Образ. Подпись Николас. Это вот я вкупировал первый раз. Я тоже первый раз вижу, интересно, что она символизирует. Никакого пояснительного текста не видно. Даже не написано, когда поставлено. Да. Но вот я сейчас перед выездом из дома успел посмотреть на интернете. Вот на этой площади в 2015 году, когда открывали вот этот весь комплекс, его значительно расширили. То, что я помню, это вот эту башню. Вот эту вот... Да. Вот эту инсталляцию, которую мы сейчас видим, я вот это помню, да. По старым древним временам, началу 21 века. Вот этого всего не было. Здесь было место, где ездили машины. Дорога была прямо перед этим комплексом. Все сейчас, дорогу спрятали в тоннель. Здесь еще праздники устроили. Да. Здесь было немыслимое столпотворение народу. В общем, на интернете написано 50 тысяч человек было вот здесь, вот на этой всей местности. Я не знаю, где они все могли уместиться. При открытии этого обновленного мемориала. 50 тысяч человек. Вот. Национальный военный мемориал. Гербы. Не знаю, что это за гербы. Чьи они? Или это гербы Новой Зеландии? Герб Новой Зеландии так выглядит. Отца. Помещаемая на борт корабля. Видимо, подцепленная под живот. Специальной такой подвязкой там на тросах. Корабль. Скрещенные молотки. Звездный южный крест. Еще что-то. В общем, Геральдика. Смотрите, какой бассейн. Наверное, здесь даже купаться можно. Смотреть, что творится вам. Смотри, какая красота. Прямо спа, где можно типа купаться. Ух ты, ничего себе. Вот это. Местечко такое. Вот это, ребята, фонтан. Здесь просто можно забраться и купаться. Реально, да. Надо же, ничего себе. Тут национальное дерево. Вот это вот перед нами. Которое цветет на Крисмис. Да что ты. Да. Как же оно называется? Такое сложное название. Пахико. Кауранди. Каурлити. Или что такое вот. И оно цветет настолько ярко. Темно-малинового цвета шарики. Ага. Единственное место, где на планете Земля растет это дерево. Да что ты. Вот его же покажи, как оно выглядит. Вот это чисто ни в одной стране мира их вообще нет. Вот эта грудка этих деревьев. И они цветут, расцветают, когда на Крисмис. На Крисмис они цветут. Как вот яблоки. Такие красные. И они настолько красиво. Вот впечатление, что нет стволов и нет веточек. Только эти цветы красивые. Это чисто маоска такое. Надо же. Это мемориальная доска. Установленная вознаменование, значит, окончание реставрации этого здания. И колоколов на Национальном военном мемориале. В общем, эта церемония имела место 26 февраля 1988 года. И происходила она в присутствии Ее Величества Королевы и Герцога Эдинбургского. Ну да, здесь ничего совершенно не видно, что тут что-то работает. Я хотел посетить это место, сходить, посмотреть, что внутри. Это надпись на маорийском языке. В этой могиле покоятся останки неизвестного новозеландского солдата, погибшего на Западном фронте во Франции во времена Первой мировой войны. Это один из 30 тысяч новозеландцев, отдавших свои жизни на той войне. И один из 1500 его земляков, погибших в битве при Сомме. Из этих 1500 большинство, 1272 человека, до сих пор остаются неизвестными солдатами. Его могила находилась на кладбище Кейтепилла Велли, рядом с местечком Лонгевал. Она была одной из многих находящихся там безымянных могил. На простом белом надгробии было начертано новозеландский солдат Великой войны, известный одному богу. 6 ноября 2004 года останки были эксгумированы из могилы номер 27, ряд А, участок 14 и помещены в медный гроб, который в свою очередь был помещен в гроб, сделанный из новозеландского дерева Риму. В погребении находился почти полный скелет, а также некоторые вещи, которые помогли безошибочно установить страну происхождения погибшего. На торжественной церемонии останки были переданы новозеландской делегации, комиссией военных могил Содружества. В долгий путь домой солдата провожала пронзительное пение шотландской волынки и почетный караул маурийских воинов. Зрелище никогда доселе не виданное жителями Лонгевала. Военный борт с прахом неизвестного солдата прибыл в Велингтон 10 ноября. Почтить память Анзака в здание парламента пришли около 10 тысяч человек. 11 ноября 2004 года, в 86-ю годовщину подписания Компьянского перемирия, положившего конец Первой мировой войне, по окончании службы в Англиканском соборе Святого Павла, траурная процессия прошествовала по улицам столицы до военного мемориала. Деловой центр города был просто переполнен людьми. За шествием наблюдало около 100 тысяч человек. На прощание в могилу высыпали землю, собранную со всех уголков Новой Зеландии. Последнее пристанище неизвестного солдата запечатали в 3 часа 59 минут по полудни. Ананон, Низеланд вориор, хитое, матангаро, ноау-теаро. Неизвестный солдат. Дима, здесь нигде не написано, когда работают музеи, я посмотрю. Мы закрыты, написано. А, в Яртлоу. Мемориал закрыт на... Ага, понятно. Они укрепляют против сейсмоопасности. Ага, против землетрясения. Укрепляют против землетрясения. Извиняемся за туда-сюда, за все дела. Понятно. Во славу Господа, Рео-Уа и Руа. В память о новозеландцах, которые погибли в Великой войне 14-18-го годов. И в память тех, которые служили и которые, в общем-то, страдали. Этот камень был положен здесь неким Форбсом, премьер-министром Новой Зеландии 15-го мая 1931-го года. Вот когда был открыт этот мемориал. То есть он очень старый. Камень бы ты заложил. Камень, ну камень, да, камень. Во славу Господа, в память о новозеландцах, которые погибли на боевой службе по защите их страны. И вознаменование открытия этого билдинга и его превосходилистом генералом, губернатором, бригадиром, сэром Бернардом Фергюсоном. Не знаю, что за обозначение. А обозначение, видимо, обозначают, какие награды он получил и кавалерам каких орденов, видимо, он был. Возможно. Предполагаю, да. Потому что обычно сокращения такие применены в английской литературе. 5 апреля 1964 года. Национальный военный мемориал. Открыто ежедневно с 10 утра до 5 вечера. Да, да. Закрыто только в Год Фрайды и в Крисмас Дэй. Вот такие ребята интересные. Ух ты, посмотри дальше то что. Да. Там вообще целый огромный зал. Ух ты. А вот там проводят выставки и всякое остальное. Да, а я совсем забыл, что такое здание-то здесь есть. Ну, если хочешь, поднимемся. Посмотрите, как интересно. Да, да, да. Поднем поднимемся? Ну, пойдем, пока мы здесь. Потому что мы уже, наверное, не попадем сюда потом. Здесь комплекс такой, да? Да. И вот в этом здании, к которому мы сейчас подходим, когда Поля училась в университете, да, здесь тоже мы ходили, выставки там организовывают, иногда там классы какие-то организовывают. То есть это здание используется как еще и учебный корпус. Какой-то, как бы, люди приходят, туда, на какое-то священное какое-то место, знаешь, особо трогательное, торжественное что-то. Там конференц-зал большой есть, такое, знаешь. Ну, могила неизвестного солдата, конечно. Это как мемориальный парк, конечно. В стиле, я не знаю, сталинского вампира какого-то вообще аж. Ну, с таким почтением, уважением, да? Маленькая страна построила такой комплекс. Написано «Национальная художественная галерея», и мы здесь, Доминиона. Как бы это все построено в честь людей, которые посвящают свою жизнь служению... Продолжению, да? Нет, искусству и наукам. Замечательно. Искусству и наукам. Ну вот, да, 1914-18, 1939-1945. Вот факел горящий. Горящий факел в память. Посмотри, вот интересно, что там, наверное, оттуда это предназначено для того, чтобы люди выступали, да? Оттуда, просто перед народом. Ораторы такие. Да, перед народом. То есть, вот эти балконы специально для них, наверное, там стоят. Все закрыто. Сегодня суббота. Непонятно, почему закрыто, но... Знаете, у Меденицы есть такое место, такое музей, такой комплекс. Что сможем, то покажем, да? Да. Уж очень сложное название. Огромное здание. Огромное здание, конечно. Ага. Эта историческая фотография показывает, показывает заключенных, которые, значит, находились на борту, на борту какого-то грузового судна Монакао в бухте Веллингтона, и они завернуты в свои тюремные одеяла. Таранаки Призонерс. В общем, какие-то арестованные люди, да. Какие-то арестованные ребята. Да, в общем-то, это мемориал, который посвящен этим заключенным, которые были взяты из Таранаки. И фром Таранаки, я же это какое-то историческое событие, понятия не имею, пропустил его просто. Которые были, в общем, угнаны, типа, со своих земель, которые прошли через Веллингтон в тюрьму Южного острова, да. И много из них умерли, пока они находились в заключении. Я не знаю даже, я эту историю совсем не знаю, что это такое. Было бы интересно. Ибо, а много в истории таких историй непонятных? Да, да, да. И неосвященных, которые скрываются, которые не... Вот видите, один такой фрагмент новозеландской истории, который... И мы, прожив здесь много лет, даже понятия не имели, что это происходило. Во второй половине XIX века колониальное правительство Новой Зеландии проводило кампанию по конфискации племенных земель народа Маори. Крупнейшим в стране маорийским поселением, насчитывавшим около двух тысяч жителей, была Парихака, находившаяся в регионе Таранаки на Северном острове. Парихака стала центром ненасильственного сопротивления европейской оккупации. Маори отказались от правительственных платежей. Они распахали участки, занятые поселенцами, и установили поперек дорог заборы, пытаясь убедить правительство в своем праве на отбираемой у них земли. Эти меры вызвали серию арестов, в результате чего более 400 человек были заключены в тюрьму на Южном острове, где они оставались без суда целых 16 месяцев. Поселенцы опасались, что все произошедшее рано или поздно спровоцирует вооруженный конфликт. Правительство приняло меры. И на рассвете, 5 ноября 1881 года, вооруженный отряд из 1600 британских солдат и кавалеристов, во главе с министром по делам коренных народов Джоном Брайсом, вошел в деревню. Вожди Маори, Теуити и Тоху были арестованы и заключены в тюрьму на 16 месяцев. 1600 жителей Парихаки были изгнаны, рассеяны по всему региону Таранаки и остались без еды и крова. А остальным 600 Маори были выданы правительственные пропуска для контроля за их передвижением. Солдаты разграбили и разрушили почти все жилища в поселении. Часть племенных земель была изъята и продана, чтобы покрыть расходы на подавление сопротивления. А некоторые участки были сданы в аренду европейским поселенцам, что лишило Маори возможности участвовать в принятии решений по землепользованию. В память о тех событиях и был сооружен этот мемориал. В общем, эта скульптура показывает, символически изображает заключенного, который стоит со склоненной головой и завернутый в свое тюремное одеяло. Интересно, Дима. Символизм такой, да, Дима? Да. Эти камни собраны из каких-то потоков, из река или что-то. Таранаки. Круг Таранаки. Таранаки, Секл, Апорт. Я не знаю, где это находится. Изображают количество заключенных, которые проходили через Велингтон на южный остров, в тюрьмы Южного острова. Белые камни. Белые круглые камни. Видимо, когда-то они были белыми. Вот здесь, наверное, вот эти белые. А, да, да, да. Вот наверху находятся белые пиблс, маленькие камушки. То есть, как человек в мироздании, какое место занимает? Вот эти белые камни, они как бы символизируют потерянное поколение или что-то людей, которые были взяты и умерли в тюрьмах. Не очень хорошо видно стоу вайсферн фронт. Вон какая собака. Здравствуйте. Какая красивая собака. Ой! У вас такая замечательная собака. Вы только посмотрите, посмотрите на это. Вау! А что это за собака? Чао-чао. 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 Посмотрите на эту красоту. Посмотрите на эту красоту. С голубым языком. Ей 11 лет. Она тихая. Она классная. Это девочка? Да, девочка. Похоже на медведя. Да, большой мишка. Всего вам доброго. Хорошего утра. Спасибо и вам тоже. Дима, какая красивая собака. Согласись. Как он сказал весь мир? Чао-чао порода называется. Это такая хоженная такая. Да, види, какая интересная встреча с такой собакой. Чао-чао. Когда встречаешь доброго хозяина с хорошей собакой, это всегда добрый признак. Да. Ты знаешь, как женщину. С пустым ведром – это плохо. С полными ведрами – это хорошо. Впечатляет так размерами. Вот эта зелень. Вот это все такое. Вот знаешь, вот это дышит стабильностью. То, что мы сейчас видим перед собой. Пейзаж стабильности такой устоявшегося мира. Что помнят предков, помнят солдат, которые погибли. Какая-то вот, знаешь, вот тишина, стабильность, мир. Вот какое-то вот такое вот ощущение, да? Вот атмосфера здесь есть такая. Ну, а самое главное – память, что люди помнят. Да, да, да. Люди помнят. И вот это впечатляет и это, в общем-то, радует. Это осталось в прошлом. Люди должны получить урок из этого. Здесь вот это чувствуется. А то, что в мире происходит сейчас, нам всем надо помнить такие вещи. И не забывать. Урок истории надо проходить и выводы делать. Но не все делают. Ой, беда наша. Трагедия. Мы посмотрим, что здесь за маленький памятник. Ага. Так-то потихонечку шагай. Здесь какой-то небольшой памятник. Какая-то история, видимо, еще каких-то двух людей. Вот мы видим здесь памятник. Называется он «Симпсон и Хендерсон». Здесь вот этот текст я попробую перевести сейчас. Значит, в Галлиполе. В 1915 году Джон Симпсон Кирк Патрик служил. Он служил в военных, вооруженных силах Австралии. И он управлял местным осликом, которого он назвал Мерфи. И Симпсон, по таким именям он был известен, занимался эвакуацией раненых солдат с помощью этого ослика с линии фронта в долину под названием Шрапнель. И он стал символом мужества всех, видимо, военных медиков, которые тогда принимали участие в этой военной операции. Симпсон был убит 19 мая 1915 года. 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 Рядовой Ричард Александр, прозвище Дик Хендерсон, он был в новозеландском медицинском корпусе. Вместе с другими он продолжал эвакуацию на, может быть, на этом самом ослике. И в отличие от своего австралийского однополчанина, Хендерсон пережил кампанию в Галлиполе и потом продолжил свою службу во Франции. Хендерсон был награжден военной медалью за отвагу. И во время битвы при Сомме в сентябре 1916 года ранен был в битве при Пашандале 12 октября 1917 года. И после того, как был отравлен газами, возвратился в Новую Зеландию в начале 1918 года. Ричард Хендерсон, номер 14 ноября 1958 года, в возрасте 63 лет. Так что вот человек с осликом, да, вот этот мемориал, посвященный всем медикам, он был сделан по фотографии. По фотографии, на которой был изображен Ричард Александр Хендерсон и его ослик. Фотография была сделана сержантом Джейсом Кардинером, Джессом Джексоном из Новозеландского медицинского корпуса. Памятник был открыт в Поппи Дэй, Поппи это маг, в день поминовения всех погибших, 20 апреля 1990 года. Росом Хендерсоном, сыном Ричарда Хендерсона, в присутствии одного из друзей его отца, который участвовал в высадке в Галлиполе, который также был медиком военным. Звали его Уильям Билл Уайт. Значит, вознаменование 75-й годовщины высадки в Галлиполе 25 апреля 1915 года был открыт этот памятник. Скульптор Пол Волш из Нельсона, Foundry Artwork Studio Limited, Окленд. Вот такая вот замечательная, интересная деталь новозеландской военной истории, ребята. Да, действительно живая страница получилась, правда? Да, живая страница. Обрати внимание, снимай на камеру. Вот в этом я всегда потрясаюсь, удивляюсь. Посмотри, вот когда-то посадили дерево, оно выросло. Потом стали комплекс делать. Они как-то сделали. Но дерево хочет жить. Наплыл на камень. Наплыл на камень, да, и вот здесь наплыв начинает образовываться. И вот смотри, срезали, видно то, что совсем уже плохое. Ага. А который еще живет, и посмотри, как оно дальше живет, продолжает расти. Да. Какая прелесть. Величие природы в этом все, да. И отношения, вот вообще и руководству Новозеландии, никуда уж это такое. Бережное отношение к каждому дереву. Давай подойдем вот к этой стороне. Посмотрим, там тоже какие-то наплывки. Ну вот мама мне говорит, что это растение розмарин, очень почитаемое здесь в Новой Зеландии. Да, его так красиво посадили. Вот оно здесь посажено тоже в этом военном мемориале. Да, оно в другом крыле. В другом крыле мемориала. Скромно, со вкусом и с большим почтением. Вот там, кстати, интересный такой вдаликий памятник. Вот там слева такой, как бы, на таких опорах интересных, фигурных стоит какой-то шатер. Такой купол, полукупол такой красного цвета. Может быть символизирует взрыв какой-то или что-то такое. Не знаю, я никогда его раньше не видел. Интересно посмотреть, походить, почитать. Таблички всякие. Красивое место, такое большое для Велингтона. Для маленького Велингтона очень большое место. Просто проезжая дорога. Да, здесь была дорога, вот прямо шла здесь, где мы сейчас идем. И эту землю отдали под мемориал. Очень хорошо. Дорога шла прямо здесь, да. Праздники устраивают, шествия, ярмарки. Ага. Слушай, и большая часть нашей жизни уже здесь прошла. Да. Надо же, да? Вот такие, посмотрите, инсталляции. В стиле вот чисто новозеландском. Такие, наурийском стиле, да. Красиво сделали эту площадь, оформили ее так красиво. Да, торжественно. Да, торжественно, да. Со временем эти деревья выросли, с такой же большей. Они не хотят ливы, ветви, не боятся. Не боятся ни сухой погоды, ни дождливой погоды. Выживая их, конечно. Ага. Эти деревья. Вот я помню, что Пахи, Пахи, Хао, Пахи, Хао. И дальше, дальше, далеко, далеко идет такое сложное, длинное название. Название дерева этого, да? Да, да, да. Ну вот, подошли мы к машинке к нашей. Поехали дальше путешествовать. Пожалуйста, оставляйте ваши комментарии об увиденном. Те, кто еще не подписан на канал, исправляйте этот недочет. И, конечно же, жмите на лайк. Все, кому это видео показалось небезынтересным. А мы желаем вам всего самого доброго. И до встречи на канале Вамиграшки. Субтитры сделал DimaTorzok